Всем привет, друзья! Наконец-то момент X настал, и многие ждуны, в том числе и я, могут возрадоваться, потому что у нас компания NVIDIA выпустила одну из самых ожидаемых видеокарт из 40-й линейки Видюх, соответственно, это у нас RTX 4060 Ti. Мне вообще кажется, что среди всех видеокарт из 40-й линейки компании NVIDIA больше всего людей ожидали и продолжают, соответственно, ожидать. Это 4060 Ti и 4050 Ti. И на эту Видюху возлагают неимоверно огромные вообще ожидания, потому что данная Видюха должна показать тот прирост производительности и ту цену одного FPS, которую мы не можем увидеть у 30-й линейки. Но так ли это на самом деле? Само собой, друзья, в тестах я сравню данную малышку с 3060 Ti, и мы с вами посмотрим цену одного FPS, насколько выгодно покупать, соответственно, 30-ю серию, либо все-таки лучше сделать свой выбор в пользу 40-й. И, кстати, да, в честь этого ролика, потому что 4060 Ti также я очень сильно ждал, в честь этого видоса я одел свою фирменную рубашку. Итак, мы сейчас с вами будем приступать к анбоксингу, посмотрим на эту красотку, и я вам расскажу про технические характеристики данной малышки, на что она способна. Мы с вами посмотрим в играх и сделаем свое умозаключение, насколько вообще наши ожидания подтвердились, насколько стоит эту красотку покупать. Если говорить про конкретную модель, то в моем случае это MSI Gaming X Trio, это хорошая серия именно видеокарт у MSI, и стоимость, кстати, этой видеокарты в районе 45-50 тысяч рубликов. Это очень качественное, хорошее исполнение видеокарты с достаточно качественным охлаждением. Так вот, в комплекте у нас идет подставка под видеокарту, она нам сейчас посмотрит на кабариты, но я думаю, вряд ли будет нужна. И сходу могу сказать, что я не вижу в комплекте фирменного переходничка от NVIDIA на 16 пин, потому что он здесь и не нужен. У нас здесь видеокарточка подключается обычным разъемом PCI-Express, 6 плюс 2 пина, и это говорит лишний раз о том, что энергопотребление у данной видюхи очень и очень маленькое. А также стоит отметить, что данная видеокарта достаточно маленькая в плане толщины, она длинная у нас, потому что у нас здесь в исполнении Gaming X Trio, что гарантирует у нас низкие температуры. Но по толщине она, как я и сказал, она достаточно легкая, то есть она не габаритная какая-то, и поэтому вот эта подставочка нам не пригодится. Но если вы хотите, соответственно, она бесплатно идет в комплекте, можете поставить. Вообще, видя какой прирост производительности получился у 40-й линейки, страшно представить, что будет, когда выйдет 5000-я линейка. То есть, что нас там ждет? То есть, 5000-я, 50-я получается линейка. Что нас там ждет у 50-90? Прирост производительности двухкратный по отношению к 40-90. Куда? Зачем? Для чего? Для кого? Пока что это все остается тайной. Но в любом случае, до выхода 50-й линейки еще остается много и много времени, поэтому загадывать нет смысла. Nvidia может все в последний момент поменять, решить то, что нет, мы так не будем делать, мы сделаем по-другому, и 50-90 попросту не выйдет. Вот, может быть и такое. И сейчас, друзья, мы с вами подробно пройдемся по видеокарточке, но перед этим, внимание на экран, буквально две минуточки. А, друзья, у меня есть отличные новости для всех любителей совершать онлайн-покупки. А я хочу вам рассказать о необыкновенной возможности сэкономить сейчас деньги и покупать качественные товары, включая компьютерную технику, не выходя вообще из дома. На Алиэкспресс, крупнейшей онлайн-платформе, сейчас проводится красная распродажа. Я обнаружил невероятные предложения на различную компьютерную технику. Например, если вам нужен процессор Ryzen 7 5700X или различные SSD от именитых брендов, например, от Lenovo или от Netac, то вы можете найти их там по более низким ценам, чем в вашем городе. Помимо низких цен, на площадке представлен огромный ассортимент товаров. Всего более 200 миллионов доступно для вас. Вы с легкостью найдете все, что нужно вам, будь то смартфоны и аксессуары, электроника, товары для дома и дачи, ремонт, автотовары, а также одежда для женщин, мужчин и детей. Алиэкспресс это место, где можно найти все. Скидки по распродаже достигают 80% и это действительно потрясающая возможность экономить. А также действуют различные механики с дополнительной выгодой, например, скидка на час. Она позволяет получить дополнительную скидку в 50% на некоторые товары каждый день в определенное время. Либо низкая цена, позволяющая приобрести определенные товары со скидкой 90% и больше равно дешевле. Это механика, которая позволяет еще сильнее сэкономить тем, кто покупает больше товаров. Алиэкспресс также балует своих клиентов программой лояльности, которая доступна только в мобильном приложении. Так что там вам будут доступны дополнительные скидки, уникальные предложения и дополнительные возможности, что опять же очень-очень круто. Но это, друзья мои, не все. Вот вам, смотрите, я сейчас распаковываю смартфончик. Это Realme 10 Pro Plus, который крайне интересный. Естественно, с 5G у нас с поддержкой. И вот этот, друзья, смартфончик, внимание, в России продается в районе 35 тысяч рублей в обычном магазине. На Алиэкспресс точно такой же. Полностью запакованный, новенький, абсолютно все один в один. Вы можете купить почти в два раза дешевле. Смартфон имеет отличные характеристики. Full HD Plus, экран с диагональю 6,7 дюймов. Операционка у нас здесь Android 13, внутри у него 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной. Ну а полнотехнические характеристики вы сейчас видите вот тут вот на своих, соответственно, экранах. Загляните на Алиэкспресс и сделайте приятный подарок себе, либо своим близким на красные распродажи. Ну а самое главное, не упустите возможность купить себе качественную технику и качественные товары по реально низким ценам. Но внимание, сроки ограничены, все действует до 18 июня. Ссылка на Алиэкспресс будет в описании под этим видео, так что обязательно загляните, заходите и затаривайтесь. Количество товаров, друзья, напоминаю, ограничено, так что ссылка в описании. Итак, друзья, из особенностей, как я и сказал, нам не понадобится здесь какой-либо переходник. Напрямую подключается стандартным разъемом PCI-Express от блока питания. А также у этой малышки у нас присутствует три разъема под DisplayPort и один HDMI. Поднимай. По поводу внешки, я не знаю, что тут еще можно сказать, она очень добротная, красивая видюха. А также важным компонентом именно этой 4060 Ti является система охлаждения 3Frozer 3 с вентиляторами Torx Fan 5.0. Я на охлаждение просто так застряю внимание, потому что это действительно одно из топовых исполнений. Плюс у нас здесь охлаждается не только графический процессор, но и чипы памяти, что опять же не может не радовать. Ну а технология управления воздушным потоком Airflow Control и оптимизированная форма радиаторных ребер способствуют эффективному прохождению воздуха и максимальному рассеиванию тепла. Про охлаждение, думаю, все, больше нечего сказать. Вы увидите в тестах, соответственно, температуры. На них я обязательно заострю внимание. Мы сравним с температурами, которые есть у 360 Ti, потому что 360 Ti у меня тоже трехвертушечная. Но также стоит учитывать, что тут TDP немножко отличается по сравнению с 360 Ti. А что еще, соответственно, сказать? Металлический бэкплей, это технология ZeroFrozer. Грубо говоря, если вы простой используете видео, там на рабочем столе, где-то по папкам ползаете, в браузере сидите, то вертушки не крутятся для того, чтобы была бесшумная работа видеокарты. Так вот, друзья, на момент съемки эту видеокарту можно найти в DNS, например, за 50 тысяч рублей. В сети линке плюс-минус такая же цена. Вы можете поискать в каких-либо других магазинах, и есть возможность достать, в принципе, 4060 Ti, начиная от 44 примерно тысяч рубликов. Дальше вы доплачиваете за исполнение. Если вы хотите, чтобы видюха прожила дольше, то чуть-чуть придется раскошелиться. Деньги – это не проблема. Их нет. А теперь же мы с вами поговорим про сам графический процессор. Так вот, у нас здесь архитектура с кодовым названием Adel of Lays. И ключевая особенность вообще этой архитектуры из 40-го поколения видеокарт, то что они поддерживают, внимание, DLSS 3.0. Я уже много раз про это говорил. Если, коротко говоря, благодаря DLSS вы можете увеличить FPS и качество картинки. И сейчас, соответственно, самое главное, то, ради чего мы все с вами здесь собрались – это технические характеристики. Внимание на экран. Вы сейчас видите технические спеки данной крохи. Обратите внимание на объем видеопамяти. 8 гигабайт типа GDDR6. Сейчас же компании Vida стали выпускать тот объем памяти, который действительно необходим для конкретной модели. То есть, если говорить про 4060 Ti, можно было бы выпустить чуть больше. Но имеет ли смысл? 8 гигов будет достаточно, тем более тип памяти у нас здесь GDDR6. Очень жалко, что не GDDR6X. Также шина у нас здесь 128 бит. Многие сейчас, наверное, сказали… В смысле? Тут так мало. Ну, конечно, 120 бит. Почему не 192 бита, а? Ну, серьезно, 128 бит? Ну, ладно. Мы посмотрим в тестах. Просто для сравнения. Смотрите, я сейчас выбил технические спеки в сравнении именно 4060 Ti и 4070. Вы можете поставить видео на паузу и посмотреть. Сравнить просто технические спеки. Количество RT-ядер, тензорных ядер, CUDA-ядер и так далее. А также, помимо этого, посмотрите технические спеки в сравнении с 3060 Ti. И также с ценой. То есть, я не знаю, циферки вам эти нужны или нет. Но я вывел на экран, потому что есть люди, которые любят именно циферки смотреть. Ну, я причем один из, в принципе, таких людей, которые циферкам больше доверяют. Кстати, я из тех людей, которые перебатывают других техно-блогеров, когда смотрю ролики, там обзоры или еще что-то. Я перематываю видосы. Я смотрю прям чисто цифры. Ну, вот, мне интереснее это. А да, забыл сказать про ТДП, потому что это очень важно. 4060 Ti, смотрите, у нас здесь 160 Вт всего лишь TDP. Это очень и очень мало. Просто смотрите, в чем загвоздка. Если вы апгрейдите свой комп, проц у вас там нормальный, все подходит и так далее. Скорее всего, вам не придется менять блок питания. Потому что 160 Вт, ну, предположим, у вас 100, там, 20 Вт, там, 100 Вт потребляет процессор. Если мы говорим, типа, 12-400, да, там, и вы ставите эту видюху, в принципе, вам будет достаточно 500 Вт блока питания с хорошим сертификатом. Ну, либо на запас, там, 600 Вт, чтобы было пространство, скажем так, для маневра у блока питания. Но раз мы заговорили про апгрейд, многие блогеры почему-то, кстати, в обзорах на 4060 Ti упустили очень важный момент. Смотрите, ребят, если вы будете апгрейдить свою систему, и ваша материнка не поддерживает PCI-Express 4.0, а только PCI-Express 3.0, данная видюха может работать именно с PCI-Express 4.0, поддержка есть. И момент-то следующий, то, что вы можете столкнуться с ухудшением производительности, если ставить будете эту видюху именно в PCI-Express 3.0. Скорее всего, это будет незначительное ухудшение, но оно будет. Поэтому учтите это при апгрейде, и посмотрите внимательно, какая у вас материнская плата, какая у PCI-Express она поддерживает, соответственно, сколько линий идет. Это очень важно. Короче говоря, я рекомендую эту видеокарту ставить только в связке с новыми процессорами, новыми материнками, которые поддерживают именно PCI-Express 4.0. Ну что, друзья, сейчас мы будем с вами переходить к тестам, посмотрим, на что она способна, и сделаем свои выводы. Я сделаю расширенный тест для того, чтобы вы понимали, действительно, стоит ее покупать или нет. Потому что многие люди уже ломанулись покупать ее. К слову говоря, кстати, про снижение цены. Ожидается ли снижение? Скорее всего, да, но незначительное. Ожидать резкого падения цены, там, до уровня, не знаю, 35 тысяч вообще не приходится, поэтому забудьте про 35 тысяч за 4060 Ti. Максимум будет из-за разряда, там, 5-10%, не больше. Это я говорю к тому, что если после видоса вы захотите себе купить именно 4060 Ti, во-первых, в описании будет ссылочка на 4060 Ti. В общем, друзья, переходим к тестам, приятного просмотра, поехали. Ну и первая игра на тесте, это God of War. Квад HD разрешения и максимальные настройки графики. DLSS во всех игрушках я выкручиваю на качество. И вот я сейчас обращаюсь ко всем изданиям и их инсайдерам, которые писали вот подобные статьи. 4060 Ti будет на уровне 3080, производительность просто будет в космосе и, в принципе, это будет самая народная за всю историю видеокарта. А мы же с вами по факту видим прирост производительности на уровне 9%. И сейчас для тех, кто не в теме, я открою такой новый термин, как провал года. Именно так сейчас охарактеризовали данную видеокарту многие айтишники, блогеры, критики, да кто только можно. И в этих тестах, друзья, мы с вами разберемся, действительно ли это провал года, стоит ли покупать эту видюху или все же нет. Но по результатам God of War, конечно, история немного обещающая. Банально, купить RTX 3060 Ti будет выгоднее, нежели чем 4060 Ti, потому что, внимание на экран, 432 рубля за 1 FPS против 448. То есть 4060 Ti менее выгодно, хотя это новая видеокарта и по факту мы должны получать больше производительности за те же самые деньги. Игра номер 2, Call of Duty Modern Fair 2, также Quad HD разрешение и максимальные настройки графики. И в этот раз у нас с вами история, как вам сказать помягче, стала хуже. Да, друзья, вы можете столкнуться с такими играми, где 4060 Ti будет показывать себя хуже. Таких игр немного, но они есть. Уважаемый NVIDIA, я не совсем понимаю, почему вообще вышла эта видеокарта, потому что, если бы она называлась RTX 4050, ты стоила бы в районе тридцатки, даже 28 тысяч, 27 тысяч. Блин, цены бы и не было, серьезно, это крутая видюха, мощная, производительная, все, пушка. Но в данном случае люди, которые пойдут апгрейдить свою 360 Ti на 4060 Ti, по факту поменяют шило на мыло, практически. Игра номер 3 на тесте, это Cyberpunk 2077, точно так же Quad HD разрешение и ультра настройки графики. Но, внимание, тут один интересный моментик есть. Только 40-ая линейка видеокарт NVIDIA поддержит DLSS 3.0. То есть, если у нас, допустим, в какой-либо игре есть такая настройка, как генерация кадров DLSS, либо создание кадров DLSS, то это говорит о том, что вы можете практически двухкратно увеличить свой FPS без потери практически в качестве или еще чего-то. А да, некоторые пишут про чуть-чуть увеличение задержки и так далее, но поверьте, вы особо с этим сталкиваться не будете и даже не заметить. И объективно, DLSS 3.0 это обалденная технология, реально пушка, бомба и так далее. Но количество игр, поддерживающих DLSS 3, пока что не такое большое. И вот если бы в эти тесты я взял чисто только игры с поддержкой DLSS 3, то все бы, естественно, ломанулись сейчас покупать 4060 Ti. Поэтому я и говорю, это не совсем однозначно, то есть и нельзя судить от набока. Нельзя говорить, что это прям провал года, хотя близко к этому. Как и нельзя говорить, что это прям must have, это нечто новое и так далее. Игра номер 4, RDR 2. Вот допустим в RDR-ке у нас нету поддержки DLSS 3.0 и далеко не факт, что она вообще будет. Но справедливости ради, тут прирост производительности действительно есть и видеокарта выгодна к покупке по сравнению с 360 Ti. А даже с учетом того, что здесь нет поддержки DLSS 3.0. И вот меня, друзья, терзают реально смутные сомнения. Знаете, когда вы смотрите какой-то фильм, сериал и так далее, и у вас концовка обрывается. Вот создается вот эта недосказанность, создается вроде бы да, вроде бы нет. Ты как бы, ты ожидал видеокарту, ты ожидал действительно какую-то производительную мега пушку, которая будет разносить пух и прах абсолютно все, что только можно. И ты сможешь собрать себе реально крутой конфиг на максимально современном железе. И вроде да, ты соберешь этот конфиг, и вроде да, у тебя DLSS 3.0. Но вот эта недосказанность в виде потери примерно 20% хотя бы производительности без DLSS как-то немножко гнетет. То есть, по факту, выпустив 4060 Ti, Nvidia нам продает DLSS 3. Пятая игрушка, Ведьмак 3. На удивление, в Ведьмак 3 была добавлена DLSS 3 поддержка, так что FPS вы видите сами. В таких условиях, безусловно, 4060 Ti оказывается невероятно крутой видеокартой. Это просто, ну, реально обалденная видюха. Но только в тех проектах, где есть поддержка, как я и сказал, DLSS 3. И знаете, друзья, самые, наверное, странные выводы вот за все эти тесты сейчас будут озвучены мной. А странные они в том, что я, наверное, все-таки рекомендую покупать 4060 Ti. Не кидайтесь помидорами, пожалуйста, я сейчас объясню. По факту, да, я недоволен этой видеокартой, я недоволен производительностью, я недоволен ценообразованиями, я недоволен тем, что увидел от 40-го поколения именно средних видюх. Но нужно быть максимально объективным, то есть, посмотрите на цены. По факту, за те же самые деньги мы получаем производительность плюс-минус 3060 Ti. Ну, чуть-чуть по производительности, там 5-7%, 10%, где-то на уровне 3060 Ti. Но за те же самые деньги мы получаем доступ и открытую, скажем так, технологию DLSS 3. То есть, если вы вдруг себе собираете компьютер и не знаете, какую видеокарту поставить, то берите, конечно же, 4060 Ti, потому что она, ну, чуть-чуть поприятнее смотрится на фоне конкурента. Особенно, внимание, температуры у 4060 Ti, невероятно низкие температуры. Это одна из очень холодных, прямо, наверное, самых холодных видеокарт с такой производительностью. Но это не то, за что я бы хотел хвалить, пускай у видеокарты будет не 160 ТДП, а будет 250 ТДП, да хрен с ним, даже 280 ТДП я готов терпеть. Но, блин, будет прирост производительности. NVIDIA создали холодную видеокарту, но нам урезали шину 128 бит, почему-то поставили. Я не понимаю, почему 128 бит. Хотя у меня есть сейчас догадка, и сейчас я ее озвучу. У нас с вами тип памяти, когда в 360 Ti используется GDDR6X, соответственно, более высокоскоростная память, то тут у нас используется обычная шестерка. Так вот, по поводу шины, друзья мои, NVIDIA, я думаю, ни для кого не секрет, попутно разрабатывает уже следующее поколение. Когда только 40-ая анонсирована была, они уже разрабатывали 5000 линейку. И, видимо, они понимают, что если сейчас 40-ой линейкой, именно 40-60 Ti, дать высокий буст по производительности, то 50-ая линейка не уйдет в хороший отрыв. Они хотят заработать. То есть, тут, скорее всего, сделано это для того, чтобы, а, соответственно, продать нам всем DLSS 3 максимально, чтобы люди интегрировали DLSS в свои технологии геймдейвы. И, помимо всего прочего, подготавливают почву для выхода 50-ой линейки. Потому что 50-60 Ti, я думаю, вы понимаете, будет на сколько уходить в отрыв от 40-60 Ti. А это будет, на секундочку, как раз-таки средняя по стоимости видеокарта. И ее будут покупать очень-очень активно. Потому что, как я и сказал, отрыв будет космический. Но это, опять же, теория. Это мои чисто додумки и анализ того, что происходит с компанией видео, какие решения они принимают и так далее. Я могу ошибиться. Но пока что я склоняюсь к таким выводам. А так что, друзья, покупать или нет видеокарту, я думаю, что да, если у вас такой бюджет есть, ну, в принципе, неплохая видюха. Но это не то, что я хотел бы видеть. Стоит ли апгрейдиться с 360 Ti? Я думаю, ответ очевиден. Пожалуйста, сохраните свои деньги и лучше потратите на что-нибудь другое. Ну что, друзья, тесты у нас, соответственно, закончились. Вы посмотрели, на что данная малышка способна. И вы можете уже делать какие-либо выводы. Обязательно, друзья, делитесь своим мнением в комментариях. Потому что многим людям, во-первых, будет интересно посоветоваться услышать ваше мнение насчет видеокарточек. Потому что, смотрите, одно дело, какой-то блогер, да, там что-то треплется своей ряхой большой, в экран не влезает. И рассказывает о каких-то заоблачных технологиях, явно которые не для простых смертных, потому что 50 тысяч за одну только видюху. А другое дело, почитать от обычных пользователей. Так что пишите, друзья, ваше мнение в комментариях. Особенно, если вы уже купили 4060 Ti. Довольны ли вы производительностью? Не столкнулись ли вы с проблемами, багами, разными фичами? Вот, но вы поняли. Напишите об этом обязательно в комментариях. Потому что людям, которые захотят себе купить ее, будет интересно это почитать. Но на этом, друзья, я буду откланиваться. Всем спасибо, что смотрели данный ролик. Всем удачи, до новых встреч. И увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok